Привет, ребята! Технологии всегда приходят к миниатюризации. Компьютер, который раньше занимал целую комнату, теперь помещается у вас на ладони. Ну и космические корабли не сильно от этого отличаются. Традиционно мы их воспринимаем как очень большие, требующие много ресурсов для строительства, но мы работаем над методом их миниатюризации. И обо всем этом мы собираемся поговорить в очередной серии «Безумной инженерии». Привет всем! Мы здесь с Энди Клэш в одном из маленьких стерильных цехов лаборатории реактивного движения. Здесь мы строим CubeSat. Энди, что такое CubeSat? CubeSat – стандартный маленький космический аппарат. Мы говорим о действительно маленьком аппарате. Ну вот как этот, один из наименьших – 10х10х10см, или вот этот – 30х20х10см. В последние 10 или 15 лет мы запустили сотни подобных аппаратов на низкую околоземную орбиту. Это так отличается от типичных для GPL больших стерильных цехов и больших аппаратов. Да, мы действительно пытаемся сделать тут немного другие вещи. Такая разработка гораздо быстрее. Мы применяем трехмерные принтеры и строим блоки гораздо быстрее, поскольку сами экспедиции гораздо меньше. Если бы мы строили Voyager сегодня, можно ли было его сделать гораздо меньше? Нет, у Voyager было очень много функций, а эти CubeSat очень ограничены, они сфокусированы на своих задачах. То есть они делают что-то одно. Но хорошо. Вы – главный инженер одного из этих проектов – CubeSat. Можете рассказать поподробнее, над чем вы работаете? Я работаю над Марко, или первый марсианский кубик. Можно ли увидеть этот аппарат? Да, вот он. Мне он напоминает скорее компьютер, чем космический аппарат. Можете объяснить, как он работает? У нас есть реактивная система, чтобы доставить нас на Марс. Радио, чтобы разговаривать с Землей. И компьютер, и другая электроника для работы. Итак, Марко действительно собирается на Марс? Да, мы отправим его вместе с InSight. И Марко будет с InSight весь путь на Марс? Ну, вообще-то, есть два одинаковых аппарата – Марко, и они отделятся от InSight еще у Земли. Каждый аппарат затем будет самостоятельно добираться на Марс в течение шести с половиной месяцев. Единственная цель Марко – передача данных с InSight во время его спуска, снижения и посадки на Марсе. Это первые межпланетные кубики, поэтому миссия для нас очень интересна. Есть ли у кубиков будущее? Вследствие своей дешевизны мы можем отправлять их в разные места Солнечной системы, мы можем также организовывать их совместную работу. Мы называем это «фракционированный космос» – космический аппарат разбивается на различные отдельные инструменты, каждый из которых занят одной задачей, а все вместе они выполняют целую миссию. Мы надеемся увидеть все типы новых технологий на пути к ЮбСАЦ. Энди, большое спасибо, что вы показали нам это. Надеемся, что вам было интересно с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok